ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Пятеро гомельчан пополнили ряды сборных по хоккею. Четверо игроков хоккейного клуба «Гомель» вызваны в команду «Беларуси». Это защитники Александр Еронов и Михаил Харамандо, а также нападающие Павел Мусиенко и Игорь Ревенко. Кроме того, капитан команды экстралиги Эдис Брахманис отправился в расположение сборной Латвии. Последние два матча национального чемпионата перед международной паузой выдались для клуба в Гомельской области чрезвычайно захватывающими. Прошедшая хоккейная неделя ознаменовалась прибытием в регион лидера национального чемпионата Минской юности. Для начала минчане задержались в областном центре, чтобы еще раз встретиться с принципиальным соперником – хоккейным клубом «Гомель». В этом же туре Жлобинский «Металлург» без особого труда разобрался с хоккейным клубом «Брест» 5-1. А вот гомельские «Рыси» легкого вечера своему сопернику не обещали. Все настраивались на жесткое противостояние и не прогадали. Игра между Гомелем и Минской юностью удивила даже самых опытных любителей хоккея. Перед этим матчем турнирное положение было следующим. Юность занимала первую строчку турнирной таблицы. На ее счету было 44 очка. Хоккейный клуб «Гомель» с 33 баллами расположился на четвертой позиции. В этом чемпионате команды встречались только один раз. Тогда гомельчане на выезде уступили со счетом 2-6. Естественно, «Рысям» нужен был реванш. Вот только юность с первых минут начала жестко атаковать ворота Игоря Брикуна. И ожидаемо открыла счет на девятой минуте. Первую шайбу забросил белорусский канадец Даниэль Корса. Гомельчане немного подождали, собрались и все-таки сравняли счет. За три минуты до конца периода шайба у ворота гостей закатил Павел Мусиенко. Тут уж трибуны ожили и у болельщиков появилась надежда. Ну, покуда терпимо. Первыми пропустились, умели сравнять. Но мы верим, что наша команда сегодня одержит победу и обыграет юность. Я думаю, будет 4-1, наши выиграют. Что говорил «Рысям» во время перерыва главный тренер неизвестно. Но на лед они вышли совсем другими игроками. С разницей в одну-две минуты в ворота юности начали залетать шайбы. Две из них тут же в свой актив записала звено Ревенко Мядель Волчик. Стали, может быть, чуть более нам доверять в каких-то моментах. Но это очень, я считаю, сказалось. На реализации, на голах и вообще, в принципе, все хорошо пока что. После счета 4-1 минчане решили заменить галкипером. Но это, прямо скажем, не помогло. Гости злились, получали штрафные минуты, а гамильчане тут же реализовывали большинство. Шайбовый марафон завершила слаженная работа Александра Житких и Эдии Сабрахманиса. Здесь уже минчане поняли, что дело не в галкипере и вернули на лед Александра Бородулю. Очень важно, что мы не дрогнули. Не дрогнули здесь, продолжали играть. И переломным был второй период, когда мы удачно забили голы. И там уже старались, работали уже на сопровождении счета. Я очень доволен тем, что как хоккеисты отнеслись к этому матчу. Была самоотдача. И спасибо болельщикам, которые сегодня пришли поддержать команду. Третий период был скуп на голы, зато щедр на эмоции. Штрафы игроки обеих команд получали чуть ли не каждую минуту. Но наиболее отличился эмоциональный курсом. 47 минут штрафа за раз и однозначный жест в сторону местных болельщиков. А насчет удаления у тренерского штаба гостей было, как всегда, свое мнение. У нас же хоккеисты, знаете, столкнулся, упал две минуты. Столкнулся, упал две минуты. Хотя об одном и том же говорим, что толкать. Бесполезно. Хоккеисты уже стоят на ногах, а не валяться как сегодня. Задолго до конца игры стало понятно, что Гомель сумел остановить 15-матчевую победную серию юности. Хозяева льда забросили еще и седьмую шайбу усилиями Александра Яронова. Зрители расслабились и перестали нервничать. Поэтому, когда судьи не засчитали восьмую шайбу, уложенную в ворота юности, никто особо и не расстроился. Как говорится, нам не жалко. Все это не влияло на общее настроение и конечный результат. Хоккейный клуб Гомель разгромил Минскую юность 7-1. Жлобинский металлург пытался повторить подвиг соседей по региону. Сражался с минчанами знатно, но уступил в серии буллитов. И в этот же день гомельчане еле-еле справились с хоккейным клубом Брест 3-2. Видно, все силы ушли на борьбу с юностью. В высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу сыгран 25-й тур. Календарь свел в очном поединке две команды из Гомельской области. Мозырьская славия принимала футбольный клуб Гомель. Если у слави особых турнирных задач уже нет, то гомельчанам положительный исход этого противостояния. Оставлял шанс не вылететь в дивизион рангом ниже. Победа над славией позволила бы гомельчанам сравняться по набранным очкам с Витебском. Это значительно повысило бы шансы зелено-белых остаться в вышке. Неприятности Гомеля начались еще на разминке. Травму получил Иван Сулим. В стартовой обойме его заменил Максим Санец. Первые минуты подарили надежду гомельским болельщикам. На 13-й минуте Егор Трояков вывел гостей вперед. Гомельчане удерживали преимущество до 60-й минуты, когда Олег Страханович удачно сыграл на добивании. Спустя 10 минут он же вывел славию вперед. Точку в матче поставил Андрей Воронков 3-1. После этого поражения шансы Гомеля остаться в высшей лиге стали весьма призрачными. В заключительном туре гомельчане будут принимать серебряного призера завершающегося чемпионата «Столичная Динамо». Лидер мини-футбольного первенства страны Лид Сельмаш потерял первые очки в нынешней регулярке. Победную серию чемпиона прервал ВРЗ. В лиде гомельчане сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Правда и забить не сумели. Ничья 0-0. Не выявили победителя Светлогорский ЦКК и Неман из Березовки. В этом матче зрители забитые голы увидели. 2-2. Агрокомбинат «Южный» на своем поле крупно уступил Борисову 900. 1-7. Еще более результативной выдалась игра между БЧ и Микошевичским гранитом. Накануне восьмого тура «Гранит» занимал четвертую строку в турнирной таблице. Команда отличается завидной результативностью. 49 голов в семи матчах. Правда и пропустила немногим меньше. БЧ за семь туров лишь 16 раз поразила ворота соперника. Гости, привыкшие к своему небольшому залу, первые минуты осваивались на просторах паркета Гомельского спорткомплекса «Локомотив». А вот хозяева за дело взялись практически сразу. Цель и достиг дальний удар Александра Вершинина. Спустя минуту, правда, уже с центра, сильно пробил Артем Золотухин. Итог первой десяти минутки подвел Андрей Черниенко. 3-0. Железнодорожники продолжали атаковать. Неплохие моменты были у Вершинина и Кускова. Однако забил гранит. Отличился Виталий Танский. Спустя минуту Вячеслав Цверков восстановил преимущество БЧ в три мяча. Немножко нас смутил гол, который мы пропустили со штрафного, ненужного штрафного, который работал с Вершинин. Вот, 3-1. Но, благо, что забили мы все-таки четвертый гол. Во втором тайме границ сопротивлялся недолго. Гости смогли организовать несколько опасных моментов, но забить не удалось. А вот в заключительные 10 минут матча игроки БЧ просто разорвали оборону соперника. Второй тайм пытались, как сказать, поднять свой боевой дух и забить пару мячей. Понятно, что было, если бы в первую сменку было пару моментов, что я думаю, что мы бы зацепились, вернулись бы его. А так опять такие неплохие моменты в первую смену второго тайма, что можно было немножко пощекотать нервы. Но, видите, не получилось. Нынче у нас что-то и дальнюю штангу не закрывали, когда надо. Проблемка наша такая, что мы вроде наладили игру в малом зале, и в большом зале у нас пока ничего не получается. В ворота гранита влетело пять мячей. Дубль оформили Андрей Черниенко и Никита Можейко. Результативные удары на счету Максима Коцура и Константина Кускова. Итоговый счет 9-1. Я очень рад, как и все остальные, я думаю, кто пришли сегодня на эту игру. Счет на табло 9-1. Семь туров мы шли, как-то никак, и вот прорвало нас. После восьми сыгранных туров БЧ на восьмой позиции. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде против Борисова 900. Борисовчане в таблице на строчку выше. На этих выходных сразу в двух городах страны бушевали страсти молодежного баскетбола. В Гомеле и Гродно прошли первые туры детско-юношеской баскетбольной лиги для девушек 2000-2001 годов рождения. Впрочем, только игровой частью в Гомеле в эти дни не ограничились. Учиться нужно у лучших, и у юных гомельских баскетболистов была такая возможность. Мастер-класс для них провел центровой сборной Беларуси Николай Алексеев. Он защищал цвета национальной сборной более 15 лет. В его клубной биографии опыт выступления в США, чемпионатах России, Украины, Югославии, Венгрии и других стран. После завершения карьеры игрока баскетбол не оставил. Теперь делает первые шаги на тренерском пути в Республиканском училище Олимпийского резерва. Опыта достаточно, есть чему научить молодежь. Дети внимательно слушают и с видимым энтузиазмом выполняют упражнения. Немного тактики, технических приемов и физической подготовки. Мастер-класс включал различные аспекты игры. Однако главное не это. Детский баскетбол нужен для того, чтобы им было весело, чтобы их просто заинтересовать. Рассказывать им какие-то навыки, технические аспекты – это им рано. И мастер-классы делаются с детьми больше для того, чтобы просто привить к ним любовь к этому виду спорта. Мастер-классом все не ограничилось. Спортшколы Гомельской области получили в подарок мячи с логотипами Белорусской Федерации баскетбола и Национального Олимпийского комитета. Это мероприятие стало частью республиканского проекта «Оранжевый мяч». Надеюсь, что такие акции в перспективе будут более часто проводиться и дойдут до максимального количества детей. А дальше началась, собственно, игровая часть. Игры проходили по круговой системе. В Гомеле сражались четыре команды. Центра физического воспитания и спорта из Бреста, спортшколы номер 4 Витебска, Гомельского центра Олимпийского резерва и детской школы «Горизонта». Такие старты – лишний повод воспитать и закалить юных спортсменок. Во встрече Гомеля и Витебска, впрочем, как и в любом другом матче тура, было видно, как нервы и неопытность отражаются на игре. Такие старты – лишний повод воспитать и закалить юных спортсменок. Во встрече Гомеля и Витебска, впрочем, как и в любом матче тура, было видно, как нервы и неопытность отражаются на игре. Сейчас, говорят, с возрастающим спортивным поколением работать стало куда сложнее. По-настоящему увлечься спортом могут единицы, да и кадров не всегда хватает. Вид спорта у нас очень распространен. Девчонки очень любят заниматься. К сожалению, в Витебской области на периферии не хватает тренеров. У нас, можно сказать, что одна из школ, которая именно работает с баскетболом, Полоск, Орша, можно сказать, что утеряны тренера, и поэтому очень трудно собрать сборные. Матч Витебской и Гомеля эмоций участникам принес не меньше, чем любая встреча высшей взрослой лиги. Гости взялись за дело сразу же и быстро отвоевали себе преимущество в 10 очков. Но гомельчанки собрались и подобрались к соперницам вплотную. Если бы не многочисленные потери шансов во время штрафных могли бы одержать волевую победу. Но итог суров. 56-52 в пользу Витебска. Что касается всей подгруппы, то сильнее ожидаемо оказались минчанки. На втором месте Брест. Тройку замыкает Витебск. Гомельчанки звезд с неба не хватали и остались на последней позиции. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.